Здорово мужики, с вами Дрю и это передача Железный капут. И сегодня речь пойдет о китайском легком Т-54 восьмого уровня ВЗ-132. Почему я сказал именно Т-54? Да все просто. Китай по коммунистической и социалистической дружбе попросил у СССР чертежики танков разнообразных, дабы свои построить на их базе. Ну, СССР им выделил Т-54 и ИС-3. А Китай такой, а можно еще чертежиков? А СССР такие, ну знаете, ну вы не хамейте совсем-то. И тогда Китай такой, ну ладно, мы поимеем дело с тем, что у нас есть. И взяли из Т-54, сделали несколько средних и легких танков. И еще несколько прототипов, которые не пошли в производство. Ну, потому что это китайцы, а не парни упорные и мозговитые. И давайте сегодня оценим один из плодов их труда ВЗ-132. Сегодня в качестве демонстрационного боя я представляю вам бой на Хайвее. ВЗ-132 на Хайвее чувствует себя более чем комфортно. Все дело в том, что карта открытая, в центре вообще какое-то футбольное поле. А так как наш Светляк является настоящим полузащитником Криштиана и Рональдовной, он просто всех обводит, проскакивает им, ну вы понимаете куда, и делает с ними, вы сами догадываетесь, что. Но с чего надо начать? С чего начинает бой любой уважающий себя Светляк? Конечно, с получением очень важной и актуальной медали разведчика. Куда надо поехать на Хайвее, чтобы получить разведчика? Ну, скорее всего, в город, по одной простой причине. Основная толпа тяжей всегда будет подтягиваться именно туда. Если же СТ-шек на карте выйдете гораздо больше, естественно, надо съездить на зелень для получения этой крайне весомой и важной медали. Я думаю, большинство адекватных игроков уже понимает, что медаль это второстепенная цель, в лучшем случае. Главная наша цель – это победа. Ну, во-первых, без победы вам не дадут вашу любимую медаль разведчога. Во-вторых, победа очень хорошо поднимает ваше чувство собственной уважности, самооценку, настроение, а также она дает причину для семиминутной радости и гордости в этом мире тлена и безнадежности. Итак, какие же средства достижения нашей благороднейшей цели есть на ВЗ-132? Да, собственно говоря, все за исключением брони. Танк достаточно быстрый для Светляка, у него два очень хороших орудия, и вы сами вольны выбирать, через что вам играть. Через Альфа-Страйк в 250, тогда вы выберете 100-мм орудие, либо через ДПМ. Скажу сразу то, что играть через ДПМ существенно-существенно труднее. Однако, если вы научитесь это делать, урон, который вы будете наносить, будет превышать тот, который вы могли бы нанести с 100-мм орудием. Короче, кому что больше нравится – выбирайте сами. При этом у 85-мм орудия пробитие голдой 260, и голда там кумулятивная. В отличие от 100-мм орудия, для которого голда подкалиберная с пробитием 244, экономически 100-мм орудие выгоднее, по одной простой причине – более высокий Альфа-Страйк при сходной цене снаряда, и при этом пробитие базовым снарядом 181, что выше пробития базовым снарядом 85-мм пушки. То есть вам реже придется стрелять голдой, и, соответственно, будете зарабатывать чуть побольше. Поэтому я предпочел именно 100-мм орудие. Конечно, можно играть через ДПМ, заряжая пол-БК голды, и именно 85-мм орудие является диким разгибателем, на котором можно забирать по 3000 чистого опыта, ну, естественно, с премиум аккаунтом. И сейчас я делаю базовый для легких танков маневр. Я просто заезжаю сзади стаду, огромному стаду профессиональных игроков. Вот. Они дают себе это сделать. ЛТ вот с патчем 0.8.6 для светляков открылись новые возможности, такие как стрельба на ходу, на полной скорости. Раньше это смысла практически не имело. Снаряд летел куда хотел, теперь посмотрите, что делается с вражескими танками. Многие стали ванить насчет того, что по светлякам стало легче попасть. Да, это так. Но, заметьте, и светляку сходу стало легче попасть. Но поймите, если раньше по светлякам так и так кто-то попадал, то теперь стрельба сходу стала для светляка настоящей ультимативной вещью. Разгибной, наказной. Просто можно с расстояния в 300 метров ванзать свой урон. Почему мне нравится WZ-132? Конкретно данный танк похож очень на СТ-шки. Играть на нем следует как на полую СТ. То есть он может и дамажить, и крутить, и вращать, и обманывать, и светить. Он может абсолютно все. Конечно, для него верны все 6 пунктов игры на легком танке. Это активный свет, пассивный свет, это антисвет, это ликвидация артиллерии, это отвлечение внимания и, конечно, нанесение урона. И также очень важным будет научиться на WZ-шке стрелять на ходу. Если 13-90 это чистый легкий танк, дамагер, то WZ-132 уже может играть вполне себе как средний танк, учитывая, какое у него орудие. Орудие установлено от типа 59-го. Или от WZ-120, что суть есть один танк. Но правда WZ-120 в топе преображается, однако об этом чуть позже. Ну что ж, WZ-132 нужен для того, чтобы резко обманывать противников, их подсвечивать, делать им больно, наказывать и тащить за собой команду. Светляк это уникальная техника, она может заставить твою команду работать. Играя на светляке, ты можешь дать своей команде все инструменты для победы. То есть ты покажешь им, где находятся противники. Ты лишишь команду противника артиллерии. Ты уберешь вражеский свет, таким образом лишив команду противника информации. То есть светляк может помочь сделать для победы больше, чем кто бы то ни был вообще в этой игре. Ни тяжелые танки, ни дамажные противотанковые САУ, ни тем более арт САУ ничего не смогут сделать без грамотного и четкого света. Им просто не по кому будет стрелять. Посмотрите сейчас, например, как я буду разделываться с Т-44. У него абсолютное преимущество в ХП. У него замечательное орудие, которое меня-то уж точно пробьет. Почему он не сможет мне ничего сделать? Все очень-очень банально. Я быстрее, динамичнее и реакция у меня лучше. Посмотрите, как я вращаю его вокруг вот этого домика. Эта ось вращения, я бы назвал ее эротической осью вращения, позволяет мне просто разделываться с танком, у которого в несколько раз больше ХП. И спасибо небольшому пожарчику. Вы могли заметить, что во время боя я уделил достаточно много внимания общим принципам игры на легких танках. Все дело в том, что все легкие танки подчиняются этим принципам, вне зависимости от их особенностей и характеристик. Даже WZ-132. Частностей достаточно мало. WZ-132 логично сравнивать с 13-90, потому что они оба единственные в игре светляки 8 уровня. У двух этих машин есть замечательные старшие братья. У МХ-1390 это батчат, у WZ-132 это Т-54. На старших братьях сохраняются некоторые частичные принципы игры на светляках. И батчат, и таракан замечательно могут использоваться в активном свете, правда на ограниченном количестве карт, и не везде, потому что габариты уже совсем не те, однако динамика все равно спасает. Ну что ж, давайте обсудим конкретно WZ-132. WZ-132 отличается очень мощным вооружением для легкого танка. Пушка с уроном 250. Это самая большая альфа среди всех легких танков в игре. Вы можете сказать, Дрю, ну как же так, ведь у 13-90 есть барабан. Да, я с вами согласен, у МХ-1390 есть барабан, однако помимо барабана у него есть и 40-секундное КД. Не стоит про это забывать. Во-первых, 13-90 в дуэли 1 на 1 с WZ-132 можно подловить на КД. Во-вторых, есть еще такая штука, как таран. WZ-132 весит примерно в два раза больше, чем МХ-1390. 24 тонны против 13. Таран будет сверхэффективен. Снимаются по 600 хп на полной скорости. Лично ваш покорный слуга снимал 596 хп, 13-90 и потом его добивал фугасами прямо в башню. Фугасы тоже довольно эффективны, однако с ними надо поаккуратнее. Есть шанс нанести не то, чтобы много урона, но и очень мало, особенно если вы попадете в наклонный бронелист. Фугасы это вам не игрушка. Таким образом, тактика антисвета заключена в двух простых пунктах. Сначала мы идем на Турон, после чего добиваем цель из главного калибра. Возможно, заряжая фугасы. Говорю, возможно, потому что это занятие все же рискованное. Постарайтесь снять половину хп тараном. И даже мой трехлетний брат с интеллектом банана понимает, то что таранить Aufklärung Spanser Panther будет, ну, очень плохой идеей. Если вы понимаете, о чем я, все-таки эта штука 40 тонн весит. Так что будьте с этим поаккуратнее, ребятушки. В целом, стоит отметить, что у ВЗ-132 есть некоторые достоинства, которые отличают его от остальных танков этого уровня. Во-первых, это ЛТ, который можно поставить стабилизатором. Это нечастая функция. Отличная проходимость по слабым грунтам. Он едет по воде практически точно так же. Это позволяет вам делать некоторые новые трюки. Например, на Лайвокс. Все же знают эту топную дорожечку посередине болота. Понимаете, к чему я веду? Великолепный обзор в 400 метров. Заметите просто всех, особенно если усилите просветленочкой. Отличная подвижность и маневренность у танка. Ну, естественно, базовая советская Т-54-ка уже двигалась просто потрясающе. А тут с Т-54 сняли практически всю броню и дали мощный движок. Естественно, очень хорошая динамика. Топовые орудия. У вас их целых два на выбор. Кому удобнее через ДПМ, берите 85 мм. Кому удобнее через Альфу, берите 100 мм и наслаждайтесь. К недостаткам относятся тонкая броня, потому что у танка ее нет вообще совершенно. Вас будут фугасами пробивать. Частые повреждения боеукладки и пожары. Все очень просто. Все дело в том, что бак расположен в левой части НЛД. Туда вам выстрелят и вы загоритесь. Все могли заметить то, что топовый двигатель у ВЗ-132 ничем якобы не отличается от стокового. И поэтому прокачивать его нет смысла. В принципе, вы правы, за исключением одного. Все дело в том, что ХП у стокового движка меньше, чем у топового. Вот и все различие. Вам тяжелее повредить движок. Движок тоже повреждается, но очень часто. Советую возить большой ремкомплект, если у вас на это есть финансы. А также у топового 100 мм орудия очень плохой угол вертикальной наводки. 85 мм орудие этим особо не страдает. Ну что ж, каким образом играть на ВЗ-132? ВЗ-132 это некий абстрактный Т-54 без брони. Играть следует так же, как полусредний танк с возможностью активного света. Маскировка у танка отличная, на ходу она точно такая же, как и стоя. А посему постоянно находитесь в движении, практически не останавливайтесь. Любой урон лучше всего наносить на полной скорости, при этом зигзообразно передвигаясь хаотично, меняя направление раз в 2,5 секунды. Потому что это среднее время сведения орудий в этой игре. Выбор модулей и перков абсолютно очевиден. Первым у командира качается лампочка, у остальных ремонт. Затем у командира качается ремонт, у остальных качается маскировка. Затем по вашему выбору можно поставить командиру маскировку остальные профильные перки, либо прокачать боевое братство. Все как вам нравится. Из оборудования в обязательном порядке ставится просветленная оптика и досылатель. Если вы играете с 100-мм орудием, следует поставить стабилизатор вертикальной наводки. Если с 85-мм, я бы посоветовал выкачать боевое братство и поставить вентилятор, что будет гораздо эффективнее и увеличит без того космический ДПМ этого танка. Ну что ж, подводя итог, хочется сказать. ВЗ-132 напоминает шило. А коль скоро уж это шило, я бы на вашем месте поместил его противнику прямо в корму. Но в целом способ, которым вы будете распоряжаться этим танком, исключительно на вашей совести. Ну что ж, с вами был Дрю, это была передача «Железный капут». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все дела. Я желаю вам приятного отдыха, хорошего лета и оставайтесь со мной на связи. До встречи!